Приветствую вас! Как и не парадоксально, но мне, если честно, не совсем понятна причина, по которой психолог, который работал с вами, не продолжил своё дело. Ну вот он нашёл причину, да, что вы обращаете внимание на привлекательных людей, которые вам интересны в сексуальном плане, которых хочется, только потом я требую от этих людей любовь. Вы обращаете внимание на привлекательных людей, которые вам интересны. Вы пишете, что у ваших родителей, они не были в браке, часто встречали, соотношения были, не часто встречали, соотношения были построены, большей частью на сексе, так как отец часто плохо относился к матери. Вот понимаете, какая история? С одной стороны, вы видели, как отец относился к матери, то есть первичный образ женщины для вас, это образ жертвы, это образ такой, вероятно, опасливый, такой осторожный, робкий, да, неуверенный в себе. Вот. Это, с одной стороны, привычный женский образ, привычная женская модель поведения такая у вас. Такой вы себя чувствуете, внутри, в глубине души вы себя чувствуете, неуверенный как женщина, потому что ваша мать была такая. Вот. С другой стороны, недосягаемость со стороны отца. То есть отец не обращал внимания на вашу мать и, соответственно, не обращал внимания на вас. И вам нужна была и нужна до сих пор эта самая ласка, тепло и любовь отца. Вы это себе сами дать не можете, то есть вы сами не можете почувствовать себя любимой, почувствовать себя нужной, почувствовать себя значимой, почувствовать себя ценной, потому что вам, вероятно, это не дали почувствовать ваши родители. И психолог, что, значит, нашла эту причину, ну, на мой взгляд, поступила не совсем корректно, посоветовав вам обратить внимание на других молодых людей. У вас есть желание, у вас есть потребность, например, потребность влюбиться, которую вы писали вот в начале своего текста. Вот эту потребность и нужно раскрыть. Эту потребность нужно обратить на себя. Понимаете? Именно на себя. На то, что вы хотите, на то, что вы чувствуете ваше желание, избавляться от своих предстрастий и желаний не нужно. Желание и предстрастия нужно раскрывать. Понимаете? Раскрывать. Женщина, как правило, занимается сексом, ну, ради эмоционального накала, ради эмоциональной, в общем, нагрузки. И я полагаю, что первое, это вы пытаетесь получить любовь своего отца и, соответственно, повторяете сценарный триггер вашей матери. Вот с этим и нужно работать. Вот. То есть с самооценкой, с принятием себя, с отпусканием обид на отца и с восприятием мужчин. Ну, с коррекцией восприятия мужчин, потому что мужчины сейчас, на данный момент, вот принимают с вами исключительно как проекция того, что вы хотите видеть в себе. То есть вы хотите видеть в себя привлекательной, сексуальной, интересной и так далее. И вы видите это в других людях. И на других людей вы проецируете то, что хотите видеть в себе. А нужно это на себя опрощать. Понимаете? Вот. Для этого нужно принять свое желание. Опять же. Понимаете? Поэтому, ну, не знаю. Ну, не знаю. Может быть вы и нашли с психологом причину правильно. Но дальше, как вы пишете, мне нужно избавляться от своих предрастий и желаний. Ну, вот это вот очень, знаете, странно. И если вы вынесли это от психолога, то мне кажется, что здесь явно что-то пошло не так. И здесь явно вы сделали что-то, ну, не очень правильно. Что касается отношений с мужчинами, которые не являются для вас привлекательными, то здесь история такая, что вы, смотря на них, видите в них себя. Это вы такая непривлекательная. Это вы такая некрасивая. Это вы такая серая, значит, ну, абсолютно не ценная и так далее. И, опять же, видя в этих людей себя, вы, соответственно, и не можете с ними спать, потому что вы ненавидите себя. Вы боитесь такой быть, и отсюда идет полное неприятие, в том числе и психосоматика. Понимаете? То есть вы не до конца принимаете себя, и вы не можете принять любого человека. А для того, чтобы принять, нужны определенные условия. Вот. Эти условия вы себе сами создали, будучи ребенком, для того, чтобы объяснить то, почему отец к вам не проявляет никакого внимания. И то, почему мать, соответственно, ведет себя так. Вот. И вот, собственно говоря, и все. Ну, а корень проблемы, на мой взгляд, лежит в том же, что вы пишете, значит, вот, что у меня была жуткая неуверенность в себе. Я считал себя некрасивой. Почему? Потому что мама, мама вам, как бы, транслировала это восприятие себя. И она давала вам образ мужчины такого. То есть вот такие мужчины, их надо бояться, их надо сторониться, да? Вот. Вы пишете, что не верили, не верили, что мной можно заинтересоваться. И вот что происходит. И с тех пор ничего не изменилось уже, правильно? Вот. Почему вы со своим психологом не работали с самооценкой, с принятием себя? Для меня это, честно, загадка. Далее. Значит, вы пишете, что в душе мне очень хотелось влюбиться и получить взамен то же самое. Вот. Тоже очень важный аспект. Почему вам хотелось влюбиться? Почему вам хотелось получить то же самое? Зачем? Чего не хватало-то вам? А не хватало любви к себе со своими родителями и принятия себя. В этом смысле, в этом смысле, в этом контексте нужно работать, помимо того, что я уже сказал, и нужно работать с отношением к родителям, вот, и, собственно, менять восприятие себя и восприятие других людей через, например, возрастную регрессию, через методику семистульев по стольцу, вот, и через, возможно, создание нового родителя, который будет о вас заботиться, который будет вас любить, безусловно, такой, какая вы есть, без всяких условий и так далее, вот. Я думаю так, я думаю так, вот. Тут вы решили себя пересилить, да, вот вы говорите, страх перед отношениями. А чего боитесь? Вот почему боитесь отношения? Потому что отец очень плохо относился к матери. А почему отец очень плохо относился к матери? Вы думаете, потому что отец был таким плохим. И, соответственно, мать такая несчастная, на самом деле это не так. Ни отец, ни мать плохими не являются. Просто у отца одно, у матери другой. И вот методика Штольца позволяет это как раз таки понять. Ну, естественно, с определенными корректировками и, возможно, сбором информации. Вот. Соответственно, что еще вам можно добавить? По поводу того, значит, что вы ощущали прилив энергии, когда получали внимание. Здесь, я думаю, можно сказать следующее. Прилив энергии связан с тем, что вы чувствовали свою значимость. Опять же, без этого, без внимания со стороны мужчин, вы не чувствовали себя значимой. Потому что вы не чувствовали себя значимой. Исключительно по той простой причине, что родители никакого безусловного внимания, никакой безусловной значимости вам не давали. И, в общем и целом, дать не могли. Не было у них этих ресурсов. И парадокс заключается в том, что вы-то считаете, что вам не давали, потому что вы недостойны. Что у вас, то вот это вот восприятие себя, что вы некрасивый, что вы непривлекательный, что вами можно заинтересоваться и так далее. Этого всего у вас, это все возникло, потому что отношение родителей к вам такое. И вот, собственно, в этом и заключается весь момент, в этом и заключается вся тонкость. Поэтому мне непонятно, почему психолог нашел причину и только вот порекомендовал вам это делать. Я, если честно, не знаю. У меня и думается, что это работает, на самом деле нужно было работать дальше. Вот. Дальше, что вам можно сказать? Да, значит, значит, ну, помимо того уже, что я сказал. Вот, значит, ну, по поводу среднего абзаца, да, я здесь, в общем-то, не буду ничего говорить, потому что, в общем-то, оценка, самооценка ваша, она занижена, и вы идете, в общем-то, по одной дорожке, это дорожка, попытка завоевать внимание именно у кого-то, кто обладает определенными условиями. Человек чувствует это, что вам от него нужно что-то конкретное, потому что вы неосознанно делаете на это упор, подчеркиваете это, и, соответственно, вы ему становитесь либо неинтересны, либо он предпочитает вас использовать. Вот. Момент здесь какой? Во-первых, ваши желания, ваши желания. Какие они? Вот. Чего вы хотите для себя? Какие эмоции ваши? Какие потребности ваши? Какие ценности ваши? Понимаете? Подумайте об этом. Какая самая любимая ваша эмоция? Какое самое ужасное ваше чувство? Значит, подумайте, что вы принимаете в себе? Почему? Что вы не принимаете в себе? Почему? Считаете ли вы, что у вас есть недостатки? Какие? Значит, ну, из-за чего вы считаете, что эти недостатки являются недостатками? И постарайтесь написать их противоположность. То есть, сперва разделите восприятие себя на плюсы и минусы. То есть, выпишите отдельно плюсы и отдельно минусы. А после этого, значит, напишите пару плюсом и минусом, да? То есть, чтобы у каждого плюса и минуса была своя противоположность. И после этого, когда у вас будут пары, начните эти пары объединять в одно слово. Вот. То есть, например, искренность это плюс, вспыльчивость это минус. Соответственно, что общего, какую единую характеристику можно это объединить. И, соответственно, от чего зависит эта характеристика, да? То есть, в каком случае характеристика является вспыльчивостью, в каком случае характеристика является искренностью, да? Вот. Допустим, у нас будет эмоциональность. То есть, характеристика называется эмоциональность. Вот. Вот. Пускай... Пускай будут, скажем, ну, вам нужно будет вот подумать, да? Почему эмоциональность в одном является вспыльчивость, а в другом является характеристика. Кто это определяет? Вот. Так как вы очень сильно зависите от мнения других людей и ставите их превыше всего. Ага. И ключевое, на что вы опираетесь в своем мнении относительно людей, это то, что касается вас. Вот. Ну, это нормально, на самом деле. На это указывает ваш прилив энергии, который вы испытываете, когда вам дают внимание. Вот. Вот. Мне дали внимание, о, всё здорово, здорово, мне дали внимание, я почувствовал себя значимым. Вот. Я бы здесь ещё бы поработал над базовыми потребностями по теории, по пирамиде Маслов. По пирамиде Маслов. Вот. Вот. Вот так вот, я думаю, начать с этого нужно работать с вашей самооценкой. Вот. И вот подавлять свои желания, избавляться от них, пристрастия. Какие у вас пристрастия, какие у вас желания, я не знаю, ничего извращенного я у вас не увидел. Ну, то, что вы делаете, всё это нормально, то, что вы ткатите к определённому типу молодых людей, это тоже нормально, потому что они олицетворяют для вас то, что значимое. Но они олицетворяют для вас. Это знаете, как проектор, вот проектор. Он изображение проецирует на поверхность. Вот тоже и вы. Тоже и вы. Для вас эти люди привлекательны, для вас эти люди сексуальны, ну, потому что они, возможно, олицетворяют что-то связанное, может быть, с первичным мужским образом, может быть, с отцом. Может быть, с, как бы, незавершённой любовью к отцу, к отцу, или, может быть, незавершённым отношением к отцу. Понимаете? Ну, вот. Для начала, вот, начните, пожалуйста, с самого главного. История вашего рождения. Вот. История рождения. А... Какая она, эта история рождения? Как вы её можете рассказать? Да? Это первое. Второе. Ваши отношения с папой и мамой. Это второе. Отношения с папой, отношения с мамой. Какие они, были ли горячие точки, были ли проблемы, были ли обиды. Вот. Это второе множество. И дальше уже выводы, да? То есть, на основании этого, какие вы приняли решения и сделали выводы. Вот. То есть, вот, это вот действует. Это работает именно так. Вот. Я бы, с позиции транзакционного анализа, здесь бы, собственно, вот вы, знаете, как, у вас такая, либо родительская позиция, когда вы с человеком, который вам не нравится, либо вы в детской позиции, когда с человеком, который вам нравится. А вот во взрослой позиции вы не бываете. То есть, нет анализа, нет аналитики. Нет, вот вы пишите, да, что у меня не укладывалось в голове. Это вот отсутствие взрослого. Взрослого нет. Есть только либо желание, либо подавление. Собственно, как у вас вели себя ваши родители. Мать была ребенком жертвы, отец был родителем тираном. Собственно, то же самое и есть у вас. Вот. Соответственно, развитие взрослого, значит, развитие аналитического аспекта, хотя вы довольно, ну, образованный человек, судя по тексту вашему. Вот. Вет имеет важное значение. Вот. Ну и также я бы вам, я бы порекомендовал бы подумать, еще вот над чем. Какие первые вещи вы услышали про мужчин и про девчонки? Про отношения в целом. Что это были за вещи? Кем они были сказаны? Согласны ли вы были с этим или нет? Это вот тоже такие аспекты, которые необходимо проработать. Ситуационный проект, когда человек поглощает информацию, которая ему вкладывается и, соответственно, принимает ее такой, какая она есть целиком. Не фильтруй, не фильтруй ее. Вот. Далее. У нас есть явное непринятие себя. Ситуация с непринятием себя, она ретрофлексивна. Ретрофлексия – это дифференциация одного чувства на себя одной половины и на другого. Вот. Но при отсутствии ретрофлексии у человека оба, обе стороны чувства направлены на себя. И ваше непринятие себя, такое, какая вы есть, направлены на себя. Хотя, в действительности, вы не принимаете это не себя, а вы не принимаете это родителей. Но вы не могли в детстве сказать родителям, что вот я вас не принимаю, да, вы такие или всё. Вот. Ну, вы не были достаточно зрели для этого. Для этого. И, соответственно, вы в себе это чувство обратили, в себе его похоронили, подавили и так далее. Его тоже нужно выразить. Вот. Выразить, визуализировать, отреагировать обязательно нужно. Вот. И тогда вам будет легче. Но всё это работа достаточно серьёзная работа, начиная от разграничения ответственности, да, и заканчивая вот повышением эмоционального интеллекта и установки личных границ. Вот. Поэтому, я думаю, что если вы на серьёзную работу согласны, то вы можете выбирать эксперта и начинать с ним работать. А как вы работали с психологом, я, если честно, не знаю. Ну, ещё раз повторю. То, что причины, да, вот какие причины. Вы обращаете внимание на привлекательных людей, которые вам интересны в сексуальном плане, которых вы хотите, только потом вы требуете от них любовь. Вот. Значит, у моих родителей отношения были построены больше чаще на сексе, так как отец сейчас плохо относился к матери. И что? Если честно, что секс – это единственная форма получения любви, получается, по выводу психолога. Может быть так. Может быть так. Секс – это единственная форма проявления любви. Может быть. Но секс – это всего лишь секс. За сексом стоят эмоции. За сексом стоят чувства. За сексом стоят желания. И желания не только сексуальные. Понимаете? И, парадоксально, но факт, что дело не в сексе. Дело в том, что мама подавляла себя. И отец подавлял себя. Ну, потому что он плохо ни относился, значит, что он проецировал на неё свой негатив. Непринятие себя. И вы так же плохо относитесь к себе, как мать, вы себя обицениваете, а как отец проецируете на других непринятие себя. Мне кажется, что это более такой адекватный вывод из того, что вы написали. Нет, прикола, конечно, молодец, поработала хорошо. Вот. Но, тем не менее, мне не понятно, почему не довёл дело до конца. До конца. Вот. Может быть, не было уверенности справиться. Вот. И так далее. Итак. Какой у вас запрос? Как изменить себя? Нет. Это неправильный запрос. Изменить себя, это значит сломать себя. Давайте сломать себя всё-таки не будем. Вопрос в другом. Что вы хотите поменять в себе? Вы говорите, избавиться от своих предстрастий и желаний вы не можете, вы не должны. Поймите, желание и предстрастия это то, что вы есть. Это самое прекрасное, может быть, то, что в вас есть. Избавитесь от этого и потеряете всю свою индивидуальность и очарование. Но, ваши желания и предстрастия можно реализовывать по-другому. Можно удовлетворять ваши желания по-другому. И вот как? Этому уже нужно учиться. Понимаете? Поэтому тонкость не в том, чтобы избавляться от своих предстрастий и желаний. А тонкость в том, чтобы раскрывать их. И через них быть живой, естественной и здоровой. Понимаете? Вот это, это мне кажется, ключевой момент, который вам нужно понять. То есть, убирайте, избавиться от своих желаний и заменяйте их, как мне правильно, заменяйте. Точнее, она, как мы правильно свои желания реализовывали. То есть, с чего я хочу для начала начнем? С чего я хочу? Ну, правда, вы же не секса хотите, правильно? А получается, что вы хотите секса по вашему сексу. Но это не так. Так, изредка мельком вы говорили о любви и мельком вы говорили о внимании. Вот. Ну, внимание, любовь. Что? Это плохие желания? Желание получить внимание и любовь? Нет. Почему вы хотите от этого избавиться? Или, например, вы считаете, что плохо, допустим, не принимать человека, которого вы считаете плохим, ну, или недостаточно хорошим для себя? Нет. Неплохо. В этом нет ничего плохого. Понимаете? Это нормально. Это нормально абсолютно. Если вы так чувствуете, значит, это нормально. И здесь я могу сделать вывод, что вы чувствуете себя виноватой, что вы стыдитесь себя. Вот. И, собственно, это одна из причин, по которой вы пытаетесь избавиться от желания. Вина и стыд. Ну, либо вина либо стыд, либо всё вместе. Вот. Вина и стыд идёт из запретов на ваши желания. То есть, я не достойна любви, я не достойна любви, но я всё равно буду пытаться её получить, хоть я и не достойна её любви. И в итоге у меня не получается. Вот. Ну и как только перестанете стыдиться, как только откажетесь от стыда в том, что касается вас, и примите любые свои желания, но научитесь выбирать формы на реализацию своих желаний без вины и без стыда, всё пойдёт на поправку. Вот. Ну, естественно, от вины и от стыда нужно избавляться. То есть, вина это я неправильно что-то делаю, да, кто, почему и как, неправильно это вопрос. А стыд это я не должна такой быть. Тоже, соответственно, вопрос, почему я не должна и не могу такой быть. Вот. Ну и, собственно, есть у меня ощущение, что вы, наверное, считаете себя либо развратной, либо извращенкой. Вот. Это тоже очень важный момент, да. Что разврат, это когда человек делает что-то по насилию. То есть, он не хочет делать, и он делает. Это разврат. И этого не нужно стыдиться. Это болезнь. Ну, по сути. По сути. Это болезнь. Тут надо за помощь обращаться, а не стыдиться. А если человек делает что-то по своему желанию, то это значит, что он счастлив. Главное, чтобы это не вредило другим людям. И ему самому. Вот вам вредит, и поэтому вы обратились к нам. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Ну, спасибо за просмотр! Продолжение следует...